Всем привет, всем привет! Меня зовут Костя Павлов и сегодня я проверю то, о чем вы меня просили просто много-много раз. Это тот самый рюкзак, которому не страшен ни мороз, ни снег, ни дождь, ни вор, ни даже тяжелый груз ему не страшен. Наверняка это самый лучший рюкзак в мире. Ребята, у вас есть всего 5 секунд, чтобы угадать, в какой из этих упаковок содержится рюкзак за 9000, а в какой за 1800 рублей. Итак, в комментариях пишите 5, 4, 3, 2, 1. Ну, в общем, те, кто написали, что здесь за 9000 вы молодцы, а те, кто написали, что за 1900 здесь, тоже, собственно говоря, молодцы. Давно вы просили сделать эту проверку? Очень много сайтов развелось с продажи этих рюкзаков. И стоимость их весьма привлекательна, в районе 2000 рублей. И нигде не сказано, что это подделка или реплика. Все сайты выдают этот рюкзак за оригинальный. Также я поискал и нашел действительно настоящий за 9000 рублей и понял, что нужно проверять. Давайте начнем вот с этого за 1900 рублей. Не знаю, почему-то мне именно его захотелось посмотреть. Что это? Я еще даже его не открыл, я уже увижу, что это какая-то параша. Что это за херня? Ну, как вы знаете, я уже много чего проверил. И обычно, когда покупаешь что-то фейковое, ну или полуфейковое, оно хоть как-то похоже, хотя бы делает вид, что оно похоже на настоящее. Тут даже сравнивать нечего, серьезно. Вы смотрите, это какое-то детское. Что это такое? Настолько... Да, класс. У него реально, у него прямо на лице написано. Костя, вот тебя как развели. Это просто, смотрите, что вам за 1900 рублей подсовывают. Какой-то детский рюкзак, который просто воняет китайщиной. Что это такое? Это я отвечаю. Я не помню такого вообще за все время проверок, чтобы настолько обманывали. Ну, в общем, у меня просто серьезно нет слов. То есть, настолько меня еще не обманывали. Рюкзак за 9000. Здесь как-то все по-цевильней выглядит. Короче говоря, с этим рюкзаком шел пауэрбанк, что уже, в общем-то, хорошо. С этим рюкзаком ничего не шло. Блин, при том, смотрите, такой достаточно хороший пауэрбанк. На 10 тысяч миллиампер. Вообще зашибись. Ну и самое интересное, это, в общем-то, сам рюкзак открыть. Проверьте. Такую коробку даже не хочется разрывать. Ти-дин, ти-дин. Вот он, вот. Вот оно. Это похоже, по крайней мере. Но. Вот теперь вот в комментариях напишите, как вы думаете, какой стоит 9000, какой стоит 1900, блин. 1900 рублей за рюкзак, с которым даже в школу стыдно пойти. Я бы в детстве с таким не пошел. Это стыдоба. Вот это вот что такое? Все, вот это вот. 1900 рублей, блин. Это же капец какой-то. Ну, ничто не остановит мои намерения. Будем все равно сравнивать эти рюкзаки. Мало ли, он офигенно окажется. Еще и выиграет, блин, по всем статьям. О чем мы вообще тут говорим? Может, вот сюда вот, если запихнуть. Вот так вот. И откуда-нибудь проводочек. Вот. Собственно, все. Мы только что все придумали. Зачем переплачивать 8000, если можно вот так вот делать все? У него даже спинки нет. Спинки, понимаете? То есть, если учебник или что-то будет вот так вот торчать, он вам в спину просто вобьет. Короче, давайте посмотрим этот рюкзак. Итак, тут как-то вот все сложно. Я, конечно, всякие в жизни рюкзаки видел, но таких вот прям. Смотрите, тут какой-то вот кармашек вот здесь. Вот. Мне кажется, сюда логично прятать деньги, потому что это будет около спины. И ни один вор, как я сказал, не сможет это все заграбасывать. Зачем-то вот эта вот штучка. Я вот честно не знаю, зачем она пока что. И давайте его откроем. Ну, смотрите, как там все шикарно. Прям отделение, прям вот. Самое главное, смотрите, здесь есть вот проводочек, да, который мы подцепляем к пауэрбанку. А дальше он где-то он должен вылезать. Ааа, блин, как тут все гениально. Вот он. Вот здесь вот USB-шку вставляешь и идет к твоему телефону. А пауэрбанк, который мы запихнули сюда, он получается подцепляется вот к этому вот шнурку, да? Опа. Вот так мы подцепили, он там лежит, да? А вот здесь вот у нас подключается провод и можно заряжать телефон. Это прям реально круто. Вот еще какое-то отделение. Ну, такое небольшое. Это прям реально офигенно крутой рюкзак. Прям куча отделений. Вот для ручек, вот здесь вот для макбука какого-нибудь. Ну, знаете, на первый взгляд это реально очень крутой рюкзак, но его нужно проверить. И его тоже. Поехали. Первый раунд. Вода. Как сказал кто-то из великих, бумага не обманет. Тетя, господи, какой он прям, а. Он как будто воском промазан. Проверяем второй рюкзак. Какой он конченый, ну серьезно, ну блин. Вам, может быть, не видно, но я вижу, что он вообще весь промок. То есть у него вода стекает вовнутрь прям. Короче, если под дождь попадешь, это, это кранты. Ну да, вон, смотрите, видите, бумаги промокли. Второй раунд. Гиря. Заявленный грузоподъемность этого рюкзака 20 килограмм. А это гиря. Весит 16 килограмм. Так что давайте проверим его. Ох, не зря качался. Хоть бицуху показать можно будет. Костя, как у воробья под коленкой. Не позорься. Охренеть, все-таки это прям 16 килограммов. Ох, ну во-первых, а что могу сказать? Мне крайне удобно. Ну прям очень удобно. Во-вторых, я не чувствую, что мне прям тяжело. Вес распределился как в туристическом рюкзаке. Если вы понимаете, о чем я. Вообще нормально, слушай. Я даже сейчас не играю, ничего. Мне очень удобно, комфортно. Спина ничего не бьет. Шикарно. Ну я в метро как будто бегу. На самом деле, несмотря на то, что подсунули нам, ну, полное фуфло, все равно его даже немного жалко стало. Ну он-то тут ни при чем. Ну это же просто рюкзак. Мне даже какая-то симпатия к нему появилась, что ли. И мне его так жалко сейчас будет проверять. Но я все равно за тебя, рюкзачок. Давай, ты не должен нас подвезти. Ты стоишь 1900 рублей. Ты обязан пройти это испытание? А, не, не, не. Здесь надо соединить. Ну, серьезно, вот давайте говорить честно. Браслет, резинка, ну вы помните, да, за 4000 рублей, ну это куда хуже. Вот тогда я был вообще в полном шоке. Ну, короче, вы помните. Вот здесь не помните, перейдите, посмотрите. Вот серьезно, вот здесь где-нибудь кусочек видео ставим. Там я в таком был шоке, потому что просто нам продали резиновый браслет за 4000. Мне, честно говоря, немного страшновато. Господи, как бы он мне сейчас на ногу нахрен не свалился. Я не могу его надеть. Блин, он прям трещит весь. Ё-моё. Сейчас он точно не на ногу свалится. Подожди, в каком месте он рвется, я не понимаю, я просто не вижу. Блин, ты же стоишь 1900 рублей. Блин, рублей. Господи. Так, а где он рвется-то, я не понимаю. А, вот, я нашел, вот, смотрите, где он рвется. Просто капец, уже дырочка. Давайте попробуем с другого плеча его. О, а с другого-то он потихонечку начинает натягиваться. О, есть. Я не могу сказать, что мне комфортно. Мне прям в спины упирается Путин. Всем его носом, просто вот насярый вот этим вот. Я не могу похвалиться своим, конечно, но, господи. С каждым разом он прям трещит. Если вот так вот скакать, он до конца по-любому порвется. Давайте, ставьте большие пальцы вверх, и в конце этого видео я буду скакать, пока он не порвется. Давайте, жду от вас большие пальцы вверх. Вот, вот, пошли, 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 пошли. Вот, молодцы, молодцы, молодцы. Видимо, мне придется скакать в конце этого видео, пока он не порвется. Третий раунд. Вор. Мы кладем в рюкзак денюжки. Закрываем. И совершенно спокойно ходим, где хотим. Вор нам не страшен. Вор вас не обчистит. Это уже второй случай на канале, когда настолько сильно нас разводят. Они даже не попытались сделать подделку. Они просто прислали, ну, какой-то детский рюкзачок, который стоит, ну, в лучшем случае, 200 рублей. Но мы-то его купили за 2000, и это ладно мы, ведь это почти наша работа. Но обычный же человек хочет получить то, что заказал. Вот представьте, какое будет разочарование, когда вы заплатили 2000 и хотели получить, ну, хотя бы подделку. Но подделку на оригинал, а не просто детский рюкзачок. И, судя по сайту, таких уже более 600 человек. То есть они уже заработали более миллиона рублей на своем обмане. Пожалуйста, не ведитесь на эти разводы и подобные рекламы. Лучше покупайте оригинальный товар. Ну что ж, итог тут очевиден. Этот рюкзак, ну, как бы нам его не было жалко, серьезно, но он во всех отношениях проиграл. Ну и вообще, конечно, это один из самых больших обманов на нашем канале, если можно так сказать. Ну а этот рюкзак вытерпел все, и все функции, какие он должен выполнить, он всех выполняет. Это реально очень крутой рюкзак. Хоть и стоит, да, он не дешево, 9000 рублей, но он стоит того, серьезно. Если вы знаете, где все-таки можно купить какой-то более дешевый вариант, напишите в комментариях. Ну а мне нужно сейчас с тем рюкзаком скакать, пока он не порвется, потому что вы поставили большое количество пальцев вверх. Спасибо вам большое. Смотрим. Мне кажется, я его даже надеть еще не успею, он порвется. Хрустит, как не знаю, что ли. Или это мои кости. А, я прям боюсь. Хорошо, что рюкзаки не спереди. Господи боже ты мой. Ну, по-моему, у него оторвалось вообще все. Ой, Путин! Здравствуй, Майя, пацанчик нас. Такой, смотрите, такой. Здрасте, я в рюкзачке, меня носят здесь. Я хороший мальчик. Путин говорит вам, подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok